Один из проблемных вопросов Америки – это люди без определенного места жительства. Каждый сотый житель США не имеет постоянного жилья, и из года в год таких людей становится все больше, несмотря на то, что Америка считается одной из самых развитых стран мира. Летом они предпочитают парк перед всемирным банком. В холодное время года ищут укромные теплые углы. Бездомных в Вашингтоне можно встретить везде. В прошлом у этих бродяг были яркие события, в отличие от настоящего, где каждый день похож на предыдущий и сводится лишь к одному – поисками еды и ночлега. 54-летний Лэнс Джонсон когда-то был морским военным. Отец старых детей сначала потерял работу, потом развелся ржаной и в конце концов оказался на улице. По вторникам и четвергам мы моемся, едим горячую похлебку и сладости. Все это для нас организовывают разные благотворительные фонды. Иногда к нам присоединяются малоимущие, у которых есть работа. Все дело в том, что их пособий и пенсий хватает только, чтобы оплатить жилье. А на еду денег уже не остается. Одежду, посуду, продукты и лекарства таким как Лэнс раздают различные благотворительные организации или просто неравнодушные горожане. Но даже при этом мужчина старается делиться излишками с такими же, как он. Недавно мне дали совсем новое одеяло. Даже этикетка есть. Но мне оно не нужно. Я отдам его тем, кто больше в нем нуждается. По этой улице постоянно проезжает президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Из окна его авто хорошо видны временные пристанища. Власти страны знают про положение бездомных. Но найти оптимального решения пока не могут, считается трудница Семирного банка Наима Хасджи. Работники финансовой организации часто приходят в парк, чтобы по собственной инициативе помочь этим людям. Мы находимся на улице Пенсильвании. Отсюда рукой подать до Белого дома. Я считаю, что положение с бездомными портит имидж нашей страны. Это говорит о неэффективных госпрограммах. Больше всего американских бездомных проживает в Вашингтоне. В городе очень дорогое жилье и острая нехватка социальных рабочих мест. По данным Министерства жилищного строительства США, на каждые 100 тысячи вашингтонцев приходится 1130 лиц без постоянного места жительства.